Огромный привет, друзья! Я Рита, мама шести сыновей. Мы с мальчишками очень любим книжки и не могли в свою очередь пропустить Библионеделю, которая проходила в конце апреля. Лабиринт.ру Я отхватила вот такой вот заказик большой. С радостью поделюсь своими покупочками с вами. А также покажу некоторые книги, которые нам очень понравились. И они пришли немного раньше Библионедели. И соединяйтесь к просмотру. И начну я свой рассказ вот с этой красивой новой книжки, которая вышла в издательстве МИФ. Книжка имеет большой формат. И она не похожа на другие книжки о насекомых. А почему? Вы сейчас сами увидите. Музей живых насекомых. Красивая, огромная книга, выглядящая как рукотворный арт-объект. Переносит в музей насекомых, но это необычный музей. Здесь все экспонаты описаны так, как их могли бы описать своими словами дети. Поэтому их разделили по отличительным чертам и качествам. Красавицы, пловцы, музыканты, ядовитые, воины, съедобные, кругляши и многое-многое другое. Описание насекомых – это небольшой рассказ, чем отличается одно насекомое от другого, приносит ли вред или может чем-то помочь, кого можно потрогать, а кого лучше опасаться. Отдельное внимание заслушивают акварельные рисунки. Они просто изумительные. Книга идеально подойдет на подарок юным зоологам. Следующая красивая книжка тоже издательство МИФ – «Красивая книга о животных». В принципе, все названием книги уже сказано. Это действительно очень красивая книга. Сейчас мы с вами ее полистаем. Никола Дэвис «Красивая книга о животных». Это еще одна удивительная и действительно красивая книга теперь о животных. Поможет влюбить ребенка в мир природы, показать его многообразие, цвет, я бы даже сказала, буйство красок. Текст предложен в виде стихов, которые дают понятие о характере животных, их повадках и жизнедеятельности. Кстати, именно вот эта книга в 2017 году получила награду как лучшая научная книга для детей. Мы любим ее всей семьей, от мала до велика, но от нее веет любовью к живому миру. Так что, приучая ребенка к доброте, к познанию мира, мы делаем вклад в развитие своих детей как настоящих личностей. А оставила книга о себе только положительное впечатление, и она тоже подходит идеально на подарок. И еще одна книжка, которую я вам покажу, тоже издательство «Миф». Пополнение серии подскажет, почему животные так устроены, как у них работают системы организма, как появляются у них детеныши, как курочка высиживает яичко, откуда оно выходит, и как оно формируется внутри курицы и другие тайн животного мира, можно здесь найти на пяти разворотах этой интересной, увлекательной книжки. Наша библиотечка пополнилась вот такой замечательной малышкой, книжкой про электричество. Серии гораздо больше. Она должна обязательно понравиться деткам, которые смотрели уже мультик «Фиксики» по телевизору. В простой игровой форме ребенок познакомится с понятием, что входит в понятие электричества, отвечает на вопросы. Книжка очень интерактивная, так как у нее есть QR-код, на котором ребенок может пройти тест и получить этот сертификат, полысить свои знания об электричестве, о этом явлении, и просто хорошо провести время, благодаря тому, что маленький формат, ее можно взять с собой на прогулку или в поездку. В общем, ты-да. Ну а вот эти замечательные книжки, они вышли из издательства «Питер». Их всего в серии шесть, у меня их пока три. Я их взяла на пробу, и они действительно чудесные, поэтому я обязательно докуплю остальные три. Они тоже имеют, как вы видите, небольшой формат, удобно брать с собой. Эти книги я уже показывала в сторис Инстаграм, поэтому, если вы интересуетесь книгами, добро пожаловать в мой Инстаграм. Я там очень часто выкладываю свои книжные покупки, которые не всегда входят в мои видеообзоры, которые тоже заслуживают внимания. Если в двух словах, то это книжечки повествуют от лица бабушки-курочки для своих малышей, внучек и внуков-цыплят. Когда они начинают себя плохо вести, то бабуля-курочка рассказывает какую-то очень полезную историю о том, что приключилась с жирафой грязной, очаровательной хамелеончиком, с волком сластеной, а также с овечкой, львенком и голодным удавом. Эти книжки подойдут деткам от двух лет. В них яркие иллюстрации. Цена очень небольшая, а качество самое высокое. От души рекомендую их для ваших малышей. Ну вот мы подобрались к этой заветной сумочке. Я буду вам открывать и рассказывать. Вот мой чек. И начнем мы с великолепной книжки. Саша играет в машинке. Здесь Саша и мама пекут пирог. А Саша показывает, какая бы машинка помогла бы сделать это на стройке. Саша играет в машинке. Обошлась мне в 413 рублей. Дальше вынимаю книжечку. Такая вот малышка с четырьмя разворотами. На каждом развороте есть стихотворение небольшое. И эта книжка стала самой дорогой покупкой из всех моих приобретений. И обошлась она мне 432 дня. Еще показываю вам книжку. Называется «Математика перед сном». «Математика перед сном 2» уже у меня была. Я поняла, что это очень интересная книжка. Она рассчитана на возраст разных детей. Есть задания попроще. Есть задания подлиннее. Поэтому я обнимаю ее с удовольствием. И эти задачки мы вечером перед сном с детьми все вместе читаем и отвечаем. Книжка интересная, задачки разнообразные, веселые, интересные. Не воспринимаются как тяжкий труд, а наоборот интересное приключение. Поэтому мы тоже рады нам ее презентовать, показать. Эта книжка нам обошлась в 307 рублей. И мы приобрели две книжки. Миссис Бампс «Грузия Педаль» и Миссис Бампс «За рулем». Книжки в мягкой обложке. В принципе, у нас они сохраняются. Дети их не портят. Это две веселые истории про старушку Миссис Бампс, которая ехала за рулем и что случилось с ее машиной в итоге. И как старушка весело проводила ее в игре, путя Педаль. Что с ней тоже произошло и слила любимым сом. Это очень веселые истории, которые просто не могут не понравиться. Нам они очень понравились. Каждая книжка стоит 323 рубля. А это новинка от председательства «Машинотворение» Джулии Дональдса. Мы ужаснее всех. Я приобрела эту книжку, потому что меня зацепила аннотация. Здесь рассказывается про некрасивых зверей, которые живут в саванне. Вот они идут, идут и ноют. Какие они ужасные, какие они некрасивые. И все у них не так. И зачем их вообще природа создала? И казалось бы, мир у них угрюм и такой же плохой, как они сами некрасивые. И вот их нытье идет, идет, их становится все больше и больше этих разных животных страшных. И потом они встречают своих деток. А детки им говорят, да вы самые прекрасные родители, которые у нас есть. Мы любим ваш запах, мы любим, как вы выглядите. И голос ваш для нас самый приятный голос в мире. Вот такие слова получили родители в ответ от своих детей. И в конце книжки предлагается познакомиться с необычными животными, которые живут в Африке, в саванне. Которые малоизвестны деткам. Расширить свой кругозор. И предложить выбрать, с кем ты хочешь познакомиться из этих животных. Такой вот философский смысл скрыт в этой книге. Если вам понравилась идея книги, пожалуйста, все ссылочки будут под видео в описании. Книжка эта у меня пошлась. 285 рублей. Что скрывает стройка. У нас еще есть книжка про овощи из этой же серии. А теперь про стройку. Эту книжку нужно читать с фонарика, посвечивая с обратной стороны. И тогда будет проступать контур скрытого изображения. Вот этого. Здесь можно познакомиться с различными машинами, которые работают на стройке. Какие функции они выполняют. Что именно происходит там, где нам этого не видно. Подземелевая, например. В общем, здесь много интересных познавателей разворотов. Которые переносят в мир неведомого и невидимого нами. Эта книжка достаточно интересная. Она подойдет для самых маленьких, потому что здесь немного информации совсем собрано. И с ней можно отлично провести темный вечер. Что скрывает стройка. Обошлась на 397 рублей. На тему стройки транспорта мы приобрели еще одну книжку. Найди-покажи. Это уже более мелкий формат у нас на ферме. Более большого формата. И здесь есть несколько разворотов. Допустим, мы двухмоторный самолет открываем. И ищем его уже на большом этом развороте. Вот он у нас представлен. Книжка, конечно, подойдет для самых маленьких. К нашему ребенку два с половиной года. Он находит все очень быстро. Не составляет и проблем, и труда. Поэтому я считаю, что эта книжка подходит деткам от года. Книжки пять разнородов. И нам она обошлась. 422 рубля. Издательство Клевер. Следующее, что мне попалось в руку, это книжка. Стройка Баюшки Баю. Теперь у нас есть вся коллекция этой темы. У нас есть стройка с самого утра и про поезд. В таком большом формате пока можно купить ее только на лабиринте. Здесь также продолжение истории. Про строительные машины, которые целый день трудились и устали. Все выполнено в таком же стиле, как и предыдущие книги. Стихи короткие, небольшие. Они подойдут деткам с годика. Как у боевых будущих книг. Их приятно смотреть, листать, читать. И вышла эта серия в издательстве Карьера Пресс. Стройка Баюшки Баю обошлась 407 рублей. Следующая чудесная книга, которая очень нас порадовала, это «Готовь вместе с Финдусом и Пэтсом». И здесь представлены рецепты круглого года. Для весны, лета, осени и зимы. Недавно на моем канале вышел рецепт супа из крапивы. Здесь он также есть, немножечко другой. А также здесь очень много интересных, полезных рецептов. Например, на лето предлагается сделать ледний суп, пай со свининой, черничный пирог, плюшки с корицей, плетенку, рыбу запеченную и именинный пирог. И самое последнее «Кукареку Ху-Ху-Ху». Книжка также Мелика Пашаева для детей 3-5 лет. Хотя мой ребенок 2,5 года отлично смотрел и слышал эту историю. Про сову, которая случайно темной ночью набрела на хрятник, заснула там. А когда утром проснулись курицы, устроили переполох, как это, кто это такой к ним набрел. И сове пришлось, чтобы остаться приятно в теплом месте, научиться быть петухом. А именно «Кукарекать». Сова стала защитницей кур вот от этих грызунов. И те ее с благодарностью приняли. Очень милая история. «Кукареку Ху-Ху» обошлась в 1046 рублей. На этом видео заканчивается, как и мой заказ. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчик вверх. Делитесь этим видео в своих соцсетях, чтобы и другие мамы смогли увидеть и узнать об интересных книжках, которые обязательно понравятся их детям. На этом буду с вами прощаться. Желаю вам всего самого доброго, всего самого хорошего. Милы добра вам. До встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok